Коли мерковать по историчных границах, первые пограничники на территории сучастной Беларуси заявились еще в девятом ста годе. Правда, границы у тебя в первом разумении тогда не было. Межа проходила, звучайно, по рыках, болотах и узвышах, да и сами заставы тогда назывались иначе сторожими, те у некоторых выпадках вартами. Новая история белорусской пограничной службы распочалась в 1918-м. Это был вельминскладанный период, об яким сучастные пограничники ведутся только по книгах и кинофильмах. Даю обещание перед революционным сумлением, годностью без страха их истанию, взмогаться за великую справу, якой отдали свое життя, лепшие дети рабочие и селянские молоди, за справу перемоги советской влады. Это одна спеших клятвовутых, кто выходил на охову державной границы. Часом умовы заменялись, але заставалось оголовное, отданность своей справе нехтедливши на все тяжкости. Были простейшие системы, которые, можно сказать, пряды оливались. Нарушителем государственной границы бывали случаи, задерживали. Поэтому, в том числе, и я участвовал в этом деле. Но это было давно, в 70-80-е годы. Но в 90-е я уже служил в цивилизованном, так сказать, мире. Это в Киеве, в Москве, в Симферополе последние годы. Это я формировал гомельский пограничный отряд. Гомельский пограничный отряд, ворона 20-х годов тому, у 21-31-го снежня 1997-го, и он приступил до оховы державной границы Беларуси с Украины, открытье памятного каменю не только, да не на поваге, и историчным сторонкам. Так, этого часу у гомеля не было ни одного помника, присвеченного воинам-пограничникам. На знаку символы службы, сокол и назиральная вышка, а так само вояву пограничников розных часов, это еще один символ совести поколению. И тут же надпись «Есть граница, есть держава». У тесном взаимодействии с органами местовой влады и населением пограничных районов воины у зеленых фуражках притягивают оховы Беларуси. Очень хорошо здесь помогает местное население в охране государственной границы. Потому что большинство задержаний, они именно по информации от местного населения, а зачастую местные жители сами задерживают нарушителей законодательства. Личный состав гомельской пограничной группы занимает достойное место в системе органов правительственной службы. За текущий год гомельской пограничной группы задержано 80 нарушителей государственной границы, больше 1000 нарушителей законодательства Республики Беларусь о государственной границе и правовом положении иностранных граждан на территории Республики Беларусь. В 170 случаях задержано товарно-материальных ценностей на сумму более 200 тысяч белорусских рублей. Олег Синчаров, Валерий Капанько, телераду компания Комель.